Видео обзор набора удлинительных колец Kenko Digit для Micro 4.3 Привет, это Феликс из Fablografer И сегодня я представлю вам новый комплект удлинительных колец от Kenko для Micro 4.3 Эти удлинительные кольца достаточно необычны Потому что они обладают, как вот здесь можно видеть на коробке Они обладают электронными контактами, которые сохраняют возможность автофокусировки у объективов И позволяют управлять диафрагмой родных объективов Micro 4.3 Это то, чем ранее не комплектовались другие кольца, выпускаемые для Micro 4.3 В общем, все это очень аккуратно, и я покажу вам это прямо сейчас Итак Это они Блеск и красота В общем, этот набор для Micro 4.3 от Kenko комплектуется двумя удлиняющими кольцами Одно удлиняет на 16 мм, и второе удлиняет на 10 мм Вы можете скрепить их вместе Таким образом получая 26 мм удлинитель И Kenko рекомендует вам Использовать их с объективами Фокальное расстояние, фокальное расстояние которых не менее расстояние удлиняющего кольца Причина этого проста Чем короче фокусное расстояние объектива, и чем больше длина удлиняющего кольца Это увеличивает расстояние между объективом и сенсором И тем ближе вы сможете фокусироваться Если вы используете, например, новый 12-мм широкоугольник С F2 от Olympus Вам следует Ограничить себя кольцом, не превышающим 10 мм Потому что если вы используете 16 или даже оба вместе То ваша самая удаленная точка фокуса Окажется за пределами переднего элемента объектива Так что вы уже не сможете сфокусироваться Однако забавно, что когда я попытался снимать С 20-мм блинчиком Мне удалось использовать его, прикрепив его К скрученным вместе 10 и 16 мм удлиняющим кольцам И насколько помню Самая удаленная точка фокуса оказалась в пределах сантиметра Или вроде того От переднего элемента объектива Так что это дает вам весьма удивительные возможности увеличения В общем Это сторона крепления объектива на удлинителе Вам видны электронные контакты здесь Они абсолютно такие же, как и те, что вы видите на вашей микро 4.3 камере И с обратной стороны имеются такие же контакты Как и находящиеся на обратной стороне ваших микро 4.3 объективах Так что электронный сигнал проходит через удлиняющие кольца прямо из камеры И это показало себя достаточно хорошо Я проверял их, цепляя на две камеры Olympus EP1 и на Panasonic G1 Все работало превосходно на обеих камерах Мне показалось, что фокусировка работала надежнее на EP1, чем на G1 Потому что рассматривая мой опыт G1 в общем-то лучше фокусируется, чем на EP1 Не в смысле более точной фокусировки, сколько в смысле скорости Пожалуй, EP1 показывает себя лучше, как бы там ни было Сейчас я показал вам удлиняющие кольца сами по себе Как они идут в коробке Теперь позвольте показать вам, как это выглядит с закрепленным на камеру Это мой Panasonic G1 с закрепленным на нем 20-мм блинчиком И сейчас я отсоединяю объектив Как вы видите, оба кольца скреплены вместе сейчас Как я раньше объяснил, 20-мм блинчик настолько плоский, что он даже работает с обоими скрепленными адаптерами Потому что остается небольшой отрезок перед объективом, попадающий в фокус Итак, кольца крепятся так же к вашей камере, как и объектив Объектив вкручивается, тот же тип крепления, как и у камеры Сажаем до упора Как видите, есть небольшое пошатывание на G1, как в общем и на EP1 Мне кажется, это по причине, возможно, предпроизводственной модели Я точно не знаю В общем, вот так это выглядит в собранном состоянии Вы закрепляете это к камере и сажаете объектив Как я говорил, при использовании 20-мм объектива и 26-мм удлиняющего кольца Вы получаете изумительные возможности для макросъемки Но чем ближе вы фокусируетесь, тем больше закрывать диафрагму вам потребуется, чтобы получить попадание по фокусу Я пробовал диафрагму F4 и это выглядело как, ну, будто я использовал ногтелюкс объектив с расстояния метр Или даже ближе Так что вам, возможно, потребуется перекрываться до F16 или больше, чтобы попадать по фокусу как следует Таких сложностей не возникает, когда я использую всего лишь одно 10-мм удлиняющее кольцо Тут уже можно будет и на F4, я думаю, попадать Давайте-ка я по-быстрому продемонстрирую вам, как это выглядит Когда я включаю G1 и попытаюсь сфокусироваться на моем столе Итак, я должен переключить дисплей в режим предпросмотра Окей, у меня здесь направляющая сетка В общем, здесь есть режим увеличения, который нам не потребуется, ведь мы не будем крутить фокус вручную Мы используем автофокус Я перевожу G1 в режим автофокуса Сейчас я быстро перефокусируюсь И вы сможете видеть, что происходит на экране Хорошо И сейчас объектив настроен на F1.7 Это слишком открыто для попадания по фокусу с удлинителем Так что я скручу его до F4 И теперь я попытаюсь сфокусироваться на моем столе Как вы видите, он поймал фокус Жму кнопку спуска затвора И снимок, который мы только что сделали Как вы видите, достаточно правильно сфокусировано Мои извинения, я не учел, что камера, которой я снимаю этот обзор, отключилась спустя 7 минут Прямо в процессе моего объяснения Из-за лимита запись остановилась Так что сейчас я повторю объяснение с момента отключения Вот у нас тот снимок, который мы сделали с 20-мм объективом через 10-мм удлиняющее кольцо И это позволяет вам снимать с намного большим увеличением, чем то, которое мы имели с объективом без удлинителя Ну, тут, в общем-то, нечему особо восторгаться Потому что это не назовешь макрофотографией вообще Ведь я использовал слишком широкоугольный объектив Так что давайте еще один вариант Попробуем с 16-мм удлиняющим кольцом, которое я уже крепил Но, к сожалению, камера, пишущая этот обзор, не записала тот момент Так что посмотрим, как это выглядит И теперь я удерживаю ту же камеру на том же расстоянии, что и раньше Как вы видите, пока еще ничего не попадает в фокус Так как фокусировочный лимит сдвинулся ближе Как вы видите, пока ничего не попадает в фокус И увеличение стало большим, чем при 10-мм удлиняющем кольце Вот посмотрим, когда начинается фокус И он появляется аж примерно вот тут И сейчас смотрите, надеюсь, вам видно на записи Сейчас чуть подфокусируюсь, чтобы лучше видеть Теперь вам видны отдельные волокна древесина И это то, что я называю макро Сейчас проверю фокусировку Не, не сработало Иногда требуется пару раз, пока фокус не будет пойман Потому что, как видите, камера фокусируется на широко открытых диафрагмах И на f1.7, даже используя 20-мм объектив Через 16-мм удлинительное кольцо Глубина резкости слишком размыта Не слишком большой отрезок попадает в фокус В общем, позвольте еще разок Теперь он пойман И сейчас я сделаю снимок И теперь давайте мы на него взглянем И теперь, как вы видите Мне требуется перефокусироваться еще раз Вот так И теперь, как видите, это уже макро Согласитесь, достаточно крупно Достаточно приятное увеличение Вы можете видеть Различимо каждое волокно на древесине И теперь начинается самый очумелый этап Когда я совмещу 10-мм и 16-мм кольцо вместе И посмотрим, что случится Когда я это проделаю Это срабатывает с 20-мм объективом Потому что этот объектив сам по себе очень плоский Благодаря этому остается некоторое пространство перед линзой Которое попадает в фокус Теперь я использую тот же наклон, что и в прошлый раз И, как вы видите, в фокус вообще ничего не попадает И что же нам теперь придется делать? Думаю, мне придется приблизиться еще ближе Для того, чтобы вы... Да, я думаю, для получения хорошего снимка В общем... В общем, как вы видите, я откинул дисплей Чтобы вам было видно Я даже толком не вижу, на что навожу И до сих пор ничего не поймал в фокус Так что мне потребуется придвинуться еще ближе Давайте-ка еще попробую вот так Теперь что-то вроде вижу Вам, наверное, ничего не видно Но когда я покажу вам результат на экране Теперь я вынужден использовать F4 Ведь тут уже света не попадает достаточно Для более прикрытой диафрагмы Так что я вынужден удерживать камеру Очень и очень устойчиво Потому что это просто шальная глубина резкости Но даже так пойман фокус И даже так экспонировано нормально Но таки сложновато на 1,30-й Избегать шевеленки без применения стабилизации Не очень удачно получается Давайте-ка я сейчас подниму ISO до 3200, наверное Пробую поймать фокус И снова я недостаточно устойчиво держу камеру Нет, это тоже не помогло Просто недостаточно света попадает Просто результат получается с шевеленкой Но все работает Мне удалось сфокусироваться в режиме автофокуса Он на удивление справляется Как вы видите сейчас под увеличением Реально потрясно Это как будто применили микроскоп В общем, вот так вот Удлинительные кольца от Kenka просто потрясны И они будут работать с объективами Имеющими такое широкоугольное фокусное Как, например, этот 20-мм блинчик Я бы рекомендовал использовать их с более длиннофокусными объективами Думаю, 45-мм на f8 был бы подходящим кандидатом для этой связки Потому что тогда вы сможете использовать оба совмещенных кольца вместе Но вместе с тем вам придется прикрывать диафрагму до 8 или даже 16 Так что вам потребуется вспышка для подсветки вашей сцены В случаях, когда вы снимаете ваше макро не на ярком солнце Но вы получите очень приятное, впечатляющее увеличение И вам не придется для этого тратиться на макрообъективы, которыми все это обычно и достигается В общем, подводя итог этого небольшого обзора Кольца эти просто потрясающие И я крайне рекомендую их, если вы являетесь владельцем родных объективов Micro 4 III И при этом не собираетесь тратиться на 45-мм макрообъектив от Panasonic Или новый 60-мм макро от Olympus по причине их намного большей стоимости Вот это и является решением Это все на сегодня Надеюсь, вам помог мой небольшой обзор И надеюсь встретиться с вами в моем следующем видео Перевод выполнен специально для компании Photo.ru Субтитры сделал DimaTorzok